Все строится на русском авось. Сутки пришлось требовать госпитализации. Очередная громкая история от больного коронавирусом. Мужчина в шоке от медобслуживания в Кирове. Дадим ему слово и поговорим о других событиях сегодняшнего дня. Вы смотрите «Дайвича» в студии Надежды Ведерниковой. Здравствуйте. ЧП на Ленина в Кирове во время движения загорелся троллейбус. Спас машину случайный водитель. Власти планируют привить от гриппа почти половину населения области. Но есть и те, кто против. Колоть или не колоть? Спросим у экспертов. Арбитражный суд запретил использовать полигон в Осенцах. Подобные решения выносятся уже не в первый раз. Что оно означает сейчас? Красное море или Персидский залив? Выбор есть. Россия открывает авиасообщение еще с тремя странами. Важная дата сегодня в мире вспоминают погибших в годы мировой войны. Памятное мероприятие прошло и в Кирове. Начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия. В Кирове загорелся троллейбус. ЧП случилось на улице Ленина около центральной гостиницы. Задымление произошло во время движения. Очевидцы засняли происшествие на видео. На кадрах видно, что горит штанговый токоприемник, который находится на крыше троллейбуса. Девушка-водитель в панике. Бегает около 11-метровой машины. Помог потушить пожар водитель Газели, который остановился перед троллейбусом. Сообщается, что некоторые пассажиры не сразу поняли, что произошло. По неподтвержденным данным, некоторые из них вышли из троллейбуса только после того, как потушили огонь. Свежие данные по коронавирусу в регионе. За сутки выявлено 64 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Информации об умерших от инфекции пока нет. На сайте СтопКоронавирус.РФ по-прежнему 98 скончавшихся в регионе с начала пандемии. В инфекционных госпиталях проходит лечение 1254 пациента. У большинства коронавирус протекает с пневмонией. В отделении реанимации 22 пациента, 9 человек на искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки из больницы выписано еще 44 пациента. Это всего лишь сухие цифры статистики, а ведь за каждым случаем стоит реальная история. О том, что пришлось пережить после заражения ковидом, нашей редакции рассказал кировчанин Дмитрий. Сейчас он находится в переоборудованном под больницу детском санатории в селе Талица. Со слов Дмитрия, ему в буквальном смысле пришлось спросить о помощи врачей после того, как он узнал, что тест на коронавирус положительный. После звонка в скорую Дмитрию пообещали, что его отвезут на КТ. Но медики в тот день так и не приехали. Пришлось подключить связи. Спустя сутки кировчанина все-таки доставили в больницу. Там Дмитрия отправили в палату, выдали таблетки и забыли. Мужчина не выдержал и устроил скандал. Я говорю, а почему не приехали? У нас много других заявок. Я говорю, здорово. А может вам, господи, обзвонить людей и спросить, может кому-то плохо очень. Проблема именно в организации доставки людей на место. Чтобы своевременно и быстро провести обследование. Меня с приемного отделения не могли сюда отправить в отделение, где я лежу. Потому что по телефону искали, там угарились по телепарации с врачами. Говорит, примите уже кто-нибудь. В меру с собой решите, кто лечить его будет. Врач даже не посмотрел, что я теперь 138 была при приезде. Она жаропонижающая не назначила. Вообще пофиг ей. Препарат какой-то подсовывает. Вот вам вот такой препарат. Если не нравится, читайте побочные эффекты, пишите отказ от него. После хаях, который я сейчас поднял не так давно, говорю, так ведь я ведь не собака, говорю. Сразу пришел лечащий врач, нашел за мальчик, мой-то молодой. Все сразу сказал, рассказал. Вот это надо, вот это, вот это надо. Мы желаем скорейшего выздоровления нашему собеседнику. Тем временем, Минздрав напоминает скоро грипп. Россиянам предлагают сделать прививку. У кировских медиков есть даже план. Хотят вакцинировать от гриппа 40% населения региона. Прививочная кампания уже началась сегодня. Привиться советуют до середины сентября, чтобы успел выработаться иммунитет. На это надо от двух недель до месяца. И пока не начались ОРВИ в силу погоды и сезонности. Темой сегодня занималась моя коллега Елена Чехомова. Лена, привилась ли сама? Добрый вечер. Нет, никогда не прививалась от гриппа. А ты? Я один раз пробовала, и это был не очень удачный опыт. Ну что ж, все бывает. Я тебе покажу вот такие вот листочки. Это сегодня узнаваемо для любого родителя-школьника. Выдали, значит, согласие, либо отказ от прививки. В данном случае от гриппа. Сдать нужно срочно, потому что, как ты правильно сказала, кампания уже началась. И я хочу сказать, что, например, у моих детей-школьников в классе нет какого-либо давления на родителей. Но, тем не менее, в социальных сетях очень часто встречается, что в школе прямо четко сказали, если у ребенка будет вот такой вот подписанный отказ, ребенок без прививки от гриппа, его отправляют на дистанционное обучение. Это очень страшные слова для любого родителя. Можешь мне поверить. И поэтому, конечно, родители озадачены. А вообще, Лен, по закону у родителей есть выбор? Ну вот я как журналист и как мама тоже этим озадачилась. И мы отправили запрос в Министерство здравоохранения и получили ответ черным по желтому. В случае отказа от прививки от гриппа ребенок может посещать образовательную организацию. Только надо, я все равно считаю, расставить все точки над «и». Все-таки каждый сам принимает решение, прививаться ему от гриппа или не прививаться. Это борьба за прививки или против. Она идет уже много лет. И, слава богу, журналисты в нейтралитете. Вот. Так что я не отвечу на вопрос, прививаться или нет. Я просто приведу мнение наших экспертов. И, например, сейчас предлагаю послушать нашего федерального эксперта насчет прививки от гриппа. Грипп является самой распространенной инфекцией, которую можно предотвратить. Поэтому, конечно, я бы советовал прививки делать. Тут есть еще один момент. Понимаете, вот когда мы говорим о том, что COVID-19 щадит детей, и многие дети бессимптомно являются носителями вируса, мы не знаем, как поведет себя COVID-19 в том случае, если ребенок заболеет гриппом, имея уже инфицирование COVID-19. Почему? Потому что грипп ведь снижает иммунитет ко многим другим инфекциям. И это вот первый сезон такой будет совместного существования в популяции двух довольно серьезных инфекций. Ну и надо сказать, что примерно такого же мнения придерживаются и кировские медики, по крайней мере. Советуют сделать прививки. Да, по крайней мере, руководство кировских медиков. Послушаем. У нас делается сови-грипп. Это трехвалентная вакцина, в которую входят три штамма вируса гриппа. И они не случайно выбираются. Они выбираются, соответственно, прогнозам Всемирной организации здравоохранения. То есть серьезная организация делает прогноз, какие штаммы будут распространены, чем люди будут болеть. Соответственно, это учитывается при создании вакцины. Ну, вообще-то есть, конечно, и альтернативная точка зрения. Так просто мы ее, возможно, не услышим. Но в родительских чатах, в соцсетях очень часто она звучит. Люди против прививок от гриппа. И с нами сегодня поговорил врач и папа, который против вакцинации от гриппа. Вирус очень быстро мутирует. За сутки сменяется несколько поколений вируса. Как можно предугадать, какой он будет через полгода? Вот мы сейчас видим с вакцины от коронавируса, сколько времени проходит от того, как ее начали разрабатывать, до того момента, когда она уже будет внедрена. То есть как минимум полгода. За полгода там просто тысячи, миллионы поколений вирусов сменятся. И мутации, которые там будут предсказать, практически сложно. То есть здесь скорее, что это ангажировано коммерческим эффектом, потому что выделяются большие деньги на производство вакцину и последующее ее внедрение. Решать вам, если вы соберетесь сделать прививку, то для этого в поликлиниках сделали отдельные кабинеты. С собой паспорт и желательно захватить медицинский полис. Работа организована с 8 утра до 8 вечера, чтобы любой обратившийся без записи мог напрямую пройти вакцинацию. Кроме того, какая еще особенность? Мы уже несколько лет ведем эту работу мобильными комплексами. Мы в этом году, уже начиная с завтрашнего дня, будем выставлять эти мобильные бригады на театральной площади. Надя, сегодня мы спросили участников нашей группы ВКонтакте, будете ли вы делать прививки от гриппа. Вот результаты опроса перед нами. Итак, большая часть опрошенных ответила, что жив-здоров никогда прививку не делал. Чуть меньше ответили, что они не доверяют этой прививке. И, наконец, около третьей все-таки согласны, говорят, что да, обязательно делать будут. И я хочу сказать, что если все-таки наш телезритель относится как раз вот к этой третьей, которая собирается делать прививки, я им просто напомню рекомендацию медиков, прививку делают только здоровым людям. При этом отдельно к какому-то терапевту такой-то справкой ходить не нужно. Здесь же, в этом прививочном кабинете, врач осмотрит. И если речь идет о выездной бригаде, там тоже врач осмотрит и сразу же примет решение, можно делать или нет. Ну и всем желаю ни коронавируса, ни гриппа. Будьте здоровы. Я присоединяюсь к пожеланиям. Лена, спасибо. Мы продолжаем. Областной арбитраж удовлетворил заявление Министерства охраны окружающей среды и запретил использовать мусорный полигон в Осенцах. А еще на днях власти региона заявили, полигон нужно закрыть. А сколько было протестов? И вот, казалось бы, в спорном вопросе поставлена точка. Но активисты-экологи буквально подглядели. Мусоровозы как ездили на полигон, так и ездят. Что опять задалось вопросом моя коллега Елена Шарыгина. Побывала на полигоне, пообщалась с противниками и сторонниками объекта. Последний мусоровоз заехал на этот полигон в Осенцах еще вчера. Сегодня мусор сюда уже не привозят. Вчера арбитражный суд Кировской области постановил временно приостановить прием отходов. А мусор сюда начали возить еще с самого начала мусорной реформы, то есть с января 2019 года. Мусоровозы идут, пытаемся коллапс, а так как я еще являюсь учитель транспортировочной компании, мы коллапс практически, ну, на данный момент избежали, но мы сообщаем сегодня губернатору и правительству о том, что коллапс возникнет, потому что техники не хватит. Судебные тяжбы начались еще до начала работы полигона в 2018 году. Суть в том, что руководство аэроклубов Порошина подало иск в суд. По Воздушному кодексу Российской Федерации расстояние между аэродромом и полигоном должно быть не меньше 15 километров. В данном случае до необходимого километража не хватает буквально 1 километра 200 метров. Это, кстати, предварительные данные по карте. Мы считаем, что мы действуем законно и на сегодняшний день работаем. У нас все документы в наличии, все имеется, мы работаем. Но по суду деятельность, по приему отходов мы приостановили. Апелляцию об отмене ограничительных мер представители инвестора уже подали в суд. В ближайшее время будет заседание. Кстати, сейчас мусорные потоки из Кирова перераспределены на три резервных полигона в Уречевском, Слободском и Зуевском районах. Если уйти в историю, как создавался полигон, то мы были поддержаны властью полностью. Было заключено дополнительное соглашение между сторонами. Были составлены планы, протоколы. Мы включены. Все это было подписано. И спасибо власти, она нас поддерживала два года. Что случилось сейчас, я не понимаю. Что произошло? В данный момент на полигоне в Осенцах строится еще одна карта. То есть участок для мусора. Она должна быть достроена до конца этого года. Елена Шарыгина, Алексей Зирянов, Бюро Новостейдовича. Хватит о мусоре. Давайте о горячем южном солнце. Тем более повод есть. Теперь мы сможем отдыхать в Египте, Эмиратах и на Мальдивах. Если, конечно, найдутся деньги. Но мы в отпуск не поедем. Продолжим работать. И, кстати, Россия официально восстанавливает авиасообщение с этими тремя странами. Распоряжение об этом подписал премьер-министр. Сообщается, что в египетский Каир самолеты будут летать три раза в неделю. Это было невозможно с 2015 года. Два рейса организуют на Мальдивы и в Дубай. Однако руководители кировских туристических агентств не спешат радоваться. Во-первых, это еще только что подписанный документ. Никакой конкретики. Во-вторых, есть вопросы по поводу самих полетов. Каир, ну, сами понимаете, что это не совсем критическое направление. То есть это больше для, возможно, каких-то личных деловых поездок. Потому что до курортов, до Шар-Мальшейха, до Хургады, от Каира достаточно далеко. Но Мальдивы у нас, все равно, не слишком популярны. Это дорогое направление. Эмираты, ну, я думаю, что да, тут для туристов. Самолеты полетят в аэропорты Шарджа в Дубае. То есть это цель туризма. Один свою вину признал, другой пока отказывается. Через пару минут расскажем об итогах громких судебных заседаний в России и в Кировской области. Об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Кировской области. Прокурор Диана Галиулина также попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего Сергея Захарова насчет взыскания 500 тысяч рублей с обвиняемого. Прокурор просит полностью удовлетворить иск и на символическую сумму в один рубль. Известно, что об этом просит младший сын Захарова, его вдова. В качестве осмельчающих обстоятельств гособвинитель указал о несовершеннолетних детей Ефремова награды и частичную компенсацию морального вреда близким погибшего. Своё вино так и не признаём. Трупы собаки, гильзы подкинули. А это эпизод из Кировского судебного процесса, не менее резонансного. На заседании Зуевского районного суда депутат Вячеслав Егдаров отказался признать свою вину. Напомню, его подозревают в убийстве двух охотничьих собак. По данным следствия, 29 декабря в пяти километрах от посёлка Соколовка Егдаров мог выстрелить в животных, которые принадлежали местному жителю Андрею Рогачёву. Инцидент стали активно обсуждать после того, как в социальных сетях появилось видео с трупами собак. С первого заседания депутат не признавал свою вину, хотя судебно-баллистическая экспертиза подтвердила принадлежность гильз. Сегодня Егдаров вновь сказал, что не виноват. Добавил, что трупы подкинули. Назло. А сам в момент убийства был якобы на совещании, где обсуждал плохие надои. Был свидетель с фермы. Девушка подтвердила, что да, Егдаров приехал не в указанное время, в 11 часов, как они собирались, а где-то минут 15-20-12. И что странное, что не все время заседания этого помнят, а какие препараты покупали, в каком количестве, никто сказать не мог. В Кирове сегодня почтили память погибших в годы Второй мировой войны. 75 лет назад был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Военные действия длились 6 лет, с 1939 по 1945 годы. В войну было втянуто 61 государство. Памятные мероприятия прошли и в Кирове. Зоя Попцова расскажет подробнее. Почтить память героев, которые погибли во Второй мировой войне, собрались десятки кировчан. У Вечного огня также первые лица города, депутаты, участники боевых действий, церковные служители и курсанты. Губернатор Кировской области Игорь Васильев напомнил собравшимся. В годы Великой Отечественной войны многие кировчане делали все, чтобы фронт был обеспечен всем необходимым. Благодаря им над нами мирное небо, благодаря им царит мир и порядок, установленный после Второй мировой войны. Наша задача продолжать эти традиции и никогда не допустить повторения подобных трагедий. Вторая мировая – одна из самых разрушительных и кровопролитных войн в истории человечества. И единственная, во время которой применили ядерное оружие. Были уничтожены города Хиросима и Нагасаки. За шесть лет военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах. В войне погибли свыше 55 миллионов человек, а наибольшие потери понес Советский Союз – 27 миллионов человек. 3 сентября мировая война закончилась. Люди вздохнули, люди перешли на мирные рельсы. Вторая мировая война завершилась полностью и окончательно, когда в 1945 году на борту американского линкора в Миссури был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. И мне представляется, что эту дату и в будущем надо помнить, надо отмечать, потому что ее приближали обычные люди, большинство из них уже нет в живых. Многие там остались, погибли. Вечная слава героям, вечная слава тем людям, которые приблизили этот радостный мирный день. А у меня на этом все. Впереди новости бизнеса. В суде работала Надежда Ведерникова. Всего доброго и до свидания. Такого еще не было. В одном месте в ДК железнодорожников представили более тысячи моделей верхней одежды. Они подойдут для кировчанок от 40 до 62 размеров. Ассортимент по-настоящему богатый для осени и зимы. Автоледи. Рука в три четверти. Любительниц меха порадует норкой. Есть шубки как в светлых, так и в классических цветах. А разнообразие фасонов приятно уделит кировчанок. Здесь предложат изделие тем, кто ездит за рулем или предпочитает пассажирское кресло. Классическое, с капюшоном. В этой шубке можно как в брючках удобно ходить, так и с юбкой. Для тех, кто пока не готов к норке, но мечтает о мехах, на выставке можно присмотреться к моделям из сурка. Главное его преимущество, то есть фактически он неотвечим от норки. А для любительниц ярких цветов подготовили рексовые шубы из меха кролика. Выбор фасонов действительно впечатляет, как и скидки. Представляете, шубы из мутона теперь всего по 2000 рублей. Мутоновые шубки хороши в морозные зимы. У них тепло, уютно. А на осень предлагают легкие куртки и пуховики. На них тоже действуют большие скидки. Вот, к примеру, яркие модели всего по 1000 рублей. Низкие цены и на мужской ассортимент. Здесь предложат дубленки и ветровки. Примерить все модели можно уже сейчас. Выставка работает в ДК железнодорожников до 6 сентября. Успейте найти изделия своей мечты. Благодарим за поддержку АО КБ Хлынов.